Вы, кстати, про Москву сказали, что вы в Москве не можете расслабиться, что это очень холодный город и что вот вы здесь даже с закрытыми глазами не можете как-то абстрагироваться. Объясните мне, что это? Я не понимаю. Мне кажется, что Питер ужасный город. То есть, когда я приезжаю в Питер, я понимаю, почему там революции делались. Уж там гадко очень, там просто очень неуютно. А вам, очевидно, там комфортно. Да, комфортно, потому что, наверное, город — это люди, в первую очередь. Вот именно, я про это говорю. Вот, это неудачно. Они там злобные такие. Это у вас неудачно просто с людьми получилось. Наверное, просто встречались не очень хорошие. Когда мы приехали туда... Да я в основном говорю про там ваших рок-кумиров, ну и про своих, может быть, рок-кумиров. Мне кажется, что они вообще все мезантропы. Очень людей не любят. Нет, они талантливы, безусловно. Я слушаю их, но мне кажется, что питерцы никого не любят. Москвичи — это понятно по определению, они не любят, но вообще они людей не любят. У вас не возникало такого ощущения? Вообще, знаете что? Люди все такие противные. Вот мы все, мы не любим никого. Все, что мы делаем, это все равно... Мы выбираем себе... Это эгоизм. Мы выбираем себе человека, который нам нравится. Мы делаем все, чтобы сделать себе хорошо. Мы вообще противные такие существа, но... Когда работают... Вот я не знаю, мне очень нравится общаться с верующими людьми, которые... То есть, вас крестик не просто так, да? Это не атрибут, да? Это как бы маячок, что вы ортодоксальная, православная девушка. Вообще, ну, мне больше нравится христианин. Вот это понятие большое. Оно очень большое понятие. Белорусы ведь они там... Там же католиков много, да, в Беларуси? Много, да. Много, потрясающие есть такие католические храмы. А у вас семья, у вас родители верующие? Да, у меня родители верующие. Мама меня всегда на ночь крестила. Да, и рассказывала истории. И, конечно, в школу нам приносили вот эти вот книжицы маленькие, библии. Для кого-то... Один раз принесли, второй раз принесли. И, конечно, это работает. Вот ты в какой-то момент открываешь ее... По-разному. По-разному. Есть фразы, которые всю жизнь тебе повторяют, а ты их не слышишь. И тебе вот в какой-то момент твоей жизни, ты вдруг услышал эту фразу, которую тебе говорили столько лет. У всех вот эти часики срабатывают в какой-то момент. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Продолжение следует...